С выше миллиарда 200 миллионов рублей поступило лето Сюгомельское областное управление фонду социальной обороны насельництва. Это сродки на социальное и пенсийное страхование грамадян. Сегодня керовниство фонду провело брифинг для журналистов, присвященной реализации декрета номер 3. За каждого работника предприемство повинно отличить у фонда социальной обороны насельництва 35% от заработной платы что месяц, 28% на пенсийное страхование, 6% на социальное и 1% выплачивая сам работник. Коли человек не працует, то можно самостоянно платить гэтые гроши. Дарыч и сродка, в яке поступают все фонд, не хапая, как компенсировать все затраты на пенсии, больничные, допомоги на детей и гэтак далей. Доводится корыстаться державными дотациями. У Гомеля самоокупными з'являются только два районы – центральный и чугуночный. Тому важным з'являются уделы у финансования дзярж-расходов, як маха большей колькости грамадян. Получается, что если человек нигде не работает, не выполняет работы по гражданскоправому договору, не является там индивидуальным предпринимателем или другим самозанятым лицом, либо работает неофициально, получая заработную плату в конвертах, он не только не участвует в финансировании государственных расходов, но также и не участвует в социальном страховании. То есть фактически не формирует себе страховой стаж, но и в дальнейшем при уходе на пенсию это может негативно для него сказаться.